МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомагистраль М8, проходящая с севера на юг в восточной части страны, является звеном европейского маршрута Е-95 и соединяет Россию, Беларусь, Финляндию, Украину, Молдавию, Болгарию, Грецию. В пределах Гомельской области имеет протяженность до 150 километров. Ее строительство было начато в 60-е годы XIX века. Из истории жителей, что по данному участку автомобильной дороги когда-то прилегала грунтовая дорога с Санкт-Петербурга в Одессу, и по этой дороге даже ездила Екатерина II. И на этом участке имеются так называемые почтовые домики или места, где, как говорится, пересаживались на лошадей. В свое начало трасса М-8 берет в пункте пропуска Новая Гута. Здесь-то и начинается туристический маршрут по Беларуси, а точнее по Гомельщине. К слову, этот объект пограничного контроля был одним из пяти в стране, которые во время недавнего чемпионата мира по хоккею круглосуточно обеспечивали для иностранных гостей упрощенные условия въезда на территорию Беларуси. Преодолев таможню и оказавшись за ее пределами, туристов приветствует Гомельская область. И хоть путь только начинается, нельзя не свернуть в агрогородок Новая Гута, который расположен справа от трассы, прямо за таможенным пунктом. Вкусно и сытно отобедать здесь можно в местном кафе «Сош» одноименного совхозкомбината. Особое внимание в меню следует уделить фирменным закускам от шеф-повара. Совершить трапезу вы сможете как в просторном основном зале, так и в камерном банкетном. К слову, кафе часто используют для проведения пышных свадеб и других праздничных торжеств. Еще бы, только основной зал здесь смещает до 80 человек. В общем, есть где разгуляться большой компанией. Здесь же по соседству с кафе районная спортивная детская юношеская школа Олимпийского резерва. К услугам туристов предлагают современный плавательный бассейн. Вполне достойная конкуренция многим городским. Размяться после дороги получится в модернизированном тренажерном зале. Профессиональный фитнес-тренер вам в этом поможет. В распоряжении любителей подвижных игр большой игровой зал. Загородный отдых в Гомельском районе представлен довольно разнообразно. Если по пути вдруг захочется слиться с природой и вместе с тем весело провести время, вам даже не понадобится менять свой маршрут и уходить в другом направлении. Вблизи Черниговской трассы в деревне Студеная Гута, что в 20 километрах от Гомеля, вас приветствует база отдыха «Ранчо». Уже с самых ворот турист погружается в атмосферу настоящего Дикого Запада. На просторной территории уютно разместились 10 гостевых домиков. Каждый из них уникален по своему интерьеру. Что удивительно, заселяясь в один из таких коттеджей, вы становитесь владельцем целого штата. На сегодняшний день, наверное, мы пытаемся дать ту небольшую эксклюзивность в рамках нашего Гомельского региона. Содействует релаксации и русская баня, оформленная также довольно эксклюзивно. Однако все это лишь дополнение главной здешней достопримечательности – удивительной природе, которая так и манит туристов, уставших от городской суеты и шума. Летом, конечно, это пляж с присутствием катамаранов катера прогулочного, на котором можно, в принципе, с ветерком проплыть. Веревочный городок, оборудовано поле для игры в страйкбол, также есть волейбольная, футбольная площадка. Территория раньше располагает к активному отдыху. Вы можете совершить водную или пешую прогулку, заняться спортом, но лучше отправиться смотреть окрестности на таком виде транспорта, как квадроцикл. Так ваше путешествие будет напоминать прогулку по сафари-парку. После такой поездки, как не разгуляться аппетиту? На Гомельском ранчо туристов приглашают отведать вкусные блюда европейской кухни и ресторан «Дилижанс». Также выполнены в духе Дикого Запада с элементами стиля кантри и соответствующей атрибутикой. Если же за океанским изыском вы все же предпочитаете наше белорусское, милости просим в загородную корчму Будима. Недалеко от деревни Борец, в 150 метрах от трассы М8. Приезжай сюда, будто попадаешь в настоящую белорусскую глубинку. Все исполнено в старых деревенских традициях и пронизано национальным колоритом. Все делалось здесь вручную. Приглашались мастера, которые вспоминали старые традиции работы с деревом, с камнем, с металлом. Все это мы хотим создать здесь у себя, чтобы люди не забывали ремесла, а могли приехать, посмотреть, как это раньше делалось, что-то приобрести для себя, что уже потом можно и потом своим показать. Меню Будимы привлекает народными стравами и напоями. Различные виды белорусских драников – сало, оруднина и садовина, разнообразные соленья, самодельные ягодные морс, медовуха и хреновуха. К тому добавленное блюдо, которое невозможно приготовить в городе, в черте города, это блюдо, которое готовится на открытом огне. Такое гостеприимство уж точно не оставит равнодушным ни одного туриста. Да и ехать куда-то после подобного приема захочется вряд ли. На этот случай уже очень скоро здесь появятся уютные гостиничные домики. Для тех автомобилистов, которые колесят по трассе М8 не в качестве туристов и довольно стеснены во времени, наиболее удобный вариант остановиться перекусить в придорожном кафе. В Гомельском районе таких немало. Двигаясь по трассе М8, в глаза бросается ухоженная территория, прилегающая к кафе Е95. Новый объект придорожного сервиса в Гомельском районе. Преимущество здесь – удобная парковка. Да и внутри довольно уютно. Приятно выпить кофе или перекусить на дорожку. Есть в меню кафе и всевозможные вариации итальянской пиццы. Отличный перекус для любителей вкусной и быстрой еды. Если время позднее, да и спешить особо некуда, комплекс услуг предоставят в придорожном кафе «Плакучая Ива» близ деревни Калинина у поворота на Терешковичи. На небольшой территории умещаются кафе и мини-гостиница. Вечером к вашим услугам предложат шашлычок или гриль, приготовленный на открытом огне. Да и попариться, дабы укрепить здоровый дух, вы сможете в местной баньке. Для тех, кто и вовсе устал от каких-либо передвижений и находится в поиске места отдыха на длительный период, с целью, к примеру, оздоровиться, вариант найдется тут же. Санаторий «Золотые пески» располагается в 40 километрах от Гомеля. Здесь, конечно, прекрасный лес. Здесь мало того, что есть сосна, немножко берется, и есть дуб, чего нет у других санаторий. Дело в том, что сосна обладает аллергическими свойствами, а дуб – это гипоаллергенные растения. Кроме этого, у нас рядом река, сож. Здесь один воздух уже лечит. В стоимость путевки у нас входит посещение бассейна с минеральной водой. Это тоже уникальное у нас сооружение, поскольку наша минеральная вода – это кусочек моря в санатории «Золотые пески». Такой состав солевой очень хороший. У нас включаются минеральные жемчужные ванны, опять же, с нашей минеральной водичкой. Массаж сухой включается, питье минеральной водички. Одна из электропроцедур – ингаляция, спелеотерапия. Одной из любимых процедур отдыхающих с недавних пор стала галлотерапия. Обстановка полного релакса, а вместе с тем замечательный эффект. Климат в этой пещере оказывает хорошее воздействие на людей, страдающих аллергическими реакциями, бронхитами, заболеваниями дыхательных путей, бронхиальной астмой, синуситом или гайморитом. Жить тут можно как в одном из корпусов, так и в удаленном коттедже. И там, и там вам предложат комфортабельные номера, которые оборудованы всем необходимым. Что дает нам дополнительные возможности привлечь отдыхающих с Белоруссии и с ближнего зарубежья. И тем же самым мы сможем выполнить показатель по экспорту санаторно-курортных услуг. Следуя по маршруту М8, вы обязательно попадете в гостиный двор в деревне Бобович у Гомельского района. Здесь принимают туристов в лучших традициях белорусского гостеприимства. Привлекательный внешний вид ресторана дополняет уютный интерьер зала. С 12 до часу вам предложат сытные комплексные обеды. В остальное время можно выбрать что-то из заказного меню. В основном блюда европейской и национальной кухни с упором на домашние. В гостях у бабушки или мешочек полишука. Приятно удивит не только вкус этих блюд, но и их подача. Итак, наше путешествие продолжается. Далее на пути Будокошелевский район. Решили сделать небольшую кофе-паузу в кафе «Хоторок» местного райпо. Выбирая между летней площадкой и залом внутри, приоритет отдаем второму. Уж больно ветрено сегодня. Внутри довольно уютно. Свежевыжатый сок или молочный коктейль для любителей здоровых напитков. Для тех, кто хочет согреться, кофе или чай. Пару минут, и то, и другое будет на вашем столе. Если же вы не готовы ограничиться просто кофе, вашему выбору перекус в виде фастфуда или полноценное горячее блюдо. Особенно славятся среди посетителей местные горшочки с драниками. К слову, заказать их вы сможете заранее по телефону, если уж очень торопитесь. Двигаясь по намеченному маршруту, после Будокошелевского нас встречает Чечерский район. Если есть желание прикупить чего-то на дорожку, по пути встречаются продовольственные магазины. Остановившись возле одного из таких, обратили внимание на указатель, который уводят на три километра влево от трассы, в деревню Искрав. Там-то и расположилась агроусадьба «Пчелиный рай». Заглянуть мы не применули. Удачная комбинация сельской тишины и городского комфорта, присуща этому месту. Однако главное преимущество отдыха в усадьбе – непосредственное и порой даже экстремальное знакомство с местными пчелами. Некоторые клиенты, которые сами приезжают, мы им даем костюм пчеловода. И они идут вместе с нами, смотрят, как мы изымаем эти рамки, вместе с ними откатываем. Мы стараемся как бы их объяснять, чтобы они становились в определенной точке, потому что, чтобы не стали в сон на лету, это очень опасно. Когда начинаешь мешать пчеле, может она тогда ужалить. Где-то там виднеется трасса М-8, по которой совершают транзит из Питера или Москвы в Одессу. Буквально здесь та самая пасека, в честь которой и названа усадьба «Пчелиный рай». Подходить сегодня близко нам не советуют уж больно пчелы активные, зато купить полезный продукт можно из рук самого хозяина усадьбы. Пробуйте, вот оцените разницу вкуса. Здесь более он весной, он более бедный, как бы такой сказать, вкус. А здесь, в летнем меду, изобилие цветов, он более насыщенный. Стоит признать, мед и правда очень необычный по вкусу. То ли пчелы тут особенные. Усадьба – отличное место для любителей рыбалки. В одном километре находится озеро Меркуловичи. Кажется, озеро необъятной величины и глубины. К тому же и видов рыбы тут с десяток точно. Рогачевский район у нас в маршруте следующий. Не отклоняясь от курса и двигаясь все по той же трассе, есть возможность посетить один из крупнейших санаторий в Беларуси – Приднепровский. Известная белорусская здравница находится в живописном лесном массиве на берегу реки Днепр, недалеко от Рогачева. Большинство туристов здесь – россияне. Для них белорусские здравницы – настоящая находка. Как правило, в основном мы отдыхаем в белорусских францах, потому что нам просто ближе здесь и дешевле отдых, и качественно очень. Тут большое разнообразие процедур, очень хорошее питание. Кроме процедур, включенных в стоимость путевки, в перечень дополнительных входят и довольно экзотические. Одна из таких довольно модный сегодня – ихтиомассаж. Следуя далее по маршруту, возле указателя на агрогородок Довск упираемся в кольцо. Местные называют его туристическим. Здесь сразу сосредоточены важные и где-то даже познавательные для любого туриста объекты, начиная от заправки и магазина, заканчивая небольшой старинной церквушкой. Сейчас мы находимся в месте, где, подобно русской народной сказке, для нас открываются сразу три пути – на Москву, на Санкт-Петербург и на город Рогачев. Конечно, можно выбрать любое из этих направлений, однако, если все же утомились в дороге, лучший вариант – отправиться на отдых в гостиницу «Вязковая хата». Двери для первых постояльцев «Вязковая хата» открыла не так давно, в начале 2014-го. Хозяин гостиницы, предприниматель Игорь Колыбенко, выбирая место, долго не сомневался. Такое пересечение дорог редко встретишь в Беларуси. В ближайшей местности, скажем так, в разных направлениях по этой трассе, очень мало таких пунктов, как гостиницы. Рогачево 30 километров, Добыхово 50. То есть, а люди едут с разных сторон, надо останавливаться, отдыхать. Интерьер гостиницы к отдыху располагает. Заходя внутрь, и ощущение, что попадаешь в уютную деревенскую хатку. Подсолнухи, деревянный забор, только вот петухами, чтоб будили по утрам, пока не обзавелись, шутит хозяин. Для иностранного гостя и вовсе этакая белорусская экзотика. Соответственно, у нас еще есть наших местных умельцев с деревни Стреньки. Вот такие куколки они делают. Там музей находится у нас на народного творчества. Вот эти вот вещи они делают своими руками. Знают легенды, каждая подписана, для чего она. Номера гостиницы различного уровня комфортности. Интерьер заставляет немного забыть о деревне и дает ощущение комфортного отдыха со всеми удобствами. Соответственно, будет обустраиваться двор, там, где у нас находится парковка, беседка. Будет делаться маленькая детская площадка для тех, кто будет семейный и придется дыхать. Чтоб было где-то детям развлечься. Мангал поставим, лавочки, может какой-то фонтанчик будет. Конечно, планируется в дальнейшем точка общепита делаться, но это уже тоже пока планы. Ну что ж, надеюсь, вы с удовольствием провели этот ход виртуальный, но такой увлекательный путь. В следующий раз мы расскажем о том, что может быть полезно туристу, проезжающему по трассе М-10. А пока до новых встреч на главных магистралях страны. Субтитры подогнал «Симон»